В белорусской армии усилилась промывка мозгов. Минская правда публиковала инструкцию, как правильно сдаваться в плен. Платформа «Новая Белоруссия» и издания «Куку Орг» признаны экстремистами, а лукашисты проводят зачистки в книжных магазинах. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики! Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайки, комментарии. Ну а мы начинаем. Хотим пожить в мире. Пропагандисты показали жителей деревни, где упала ракета. Примечательно, что все опрошенные, как заведенные, твердят про мирное небо, хорошего президента и плохих украинцев. Местные, стоя на фоне нищих деревенских хат, твердят про свою достойную жизнь, где, так сказать, все есть. Благодаря Богу за нашу президента, что президент заботится о народе Атошу. Ну это, конечно, наши братья, украинцы, они поступают некрасиво с нами. А мы хотим, мы белорусы, люди мирные, мы хотим жить счастливо, красиво, хотим, чтобы наши детки, внучки, весь наш белорусский народ жил красиво, счастливо. В общем, как всегда, красивая получилась картинка у пропаганды. Вот только все белорусы знают, что Лукашенко сагрессор и убийца, да и никакой не президент. А вояки, как и сами вечно лгуще пропагандисты-диктатора, преступники. Отмечу также, что новость про ракету пропагандистов Лукашенко очень возбудила. В их тухлой работе наконец-то появился инфоповод. Про Украину они пишут в самых унижительных тонах, восхваляя при этом Россию. Очередной сломавшийся военный хлам стал причиной смертельного ДТП под Гомелем. В Гомельской области 28 декабря из-за военного ракетовоза произошло смертельное ДТП. Двигаясь по шоссе Гомель-Минск на территории Жлобинского района, житель Гомеля не заметил стоящую в правой полосе шоссе автомобиль военных. Его машина влетела в ЗИЛ, а сам мужчина погиб. У погибшего водителя осталось двое детей. Благодаря опубликованным УВД фотографиям с места аварии, можно установить, что участником ДТП стал военный автомобиль, транспортно-заряжающая машина на базе ЗИЛ-135ЛМ. В своем сообщении милиционеры об этом ожидаемо умалчивают. Для тех, кто не знает, данное авто предназначено для транспортировки и загрузки ракет в РСЗО «Ураган». На фото заряжающее устройство у грузовика накрыто тентом. Возможно, по тентам также спрятаны и ракеты. О познавательных знаках военных сил РФ или военных сил РБ на фото незаметно. Как факт, такие автомобили массово перемещались по дорогам Гомельщины еще перед началом российского вторжения в Украину в январе-феврале 2022 года. Платформа «Новая Беларусь» и издания «Куку.орг» признаны экстремистами. Так называемый суд Центрального района города Минска признал информационную продукцию платформы «Новая Беларусь» экстремистскими материалами. Примечательно, что в республиканском списке экстремистских материалов «Новой Беларуси» в данный момент нет. Но если вы хотите поздравить создателей «Новой Беларуси» с этим достижением, то можно скачать приложение на Android и на iOS. Что касаемо «Куку», соцсети сайта и лого «Куку.орг» признаны экстремистскими. Поздравляю редакцию издания с этим достижением. Не сомневаюсь, что вы тоже хотите присоединиться к поздравлениям. Как это можно сделать? Ну, конечно же, подписаться на соцсети издания и почитать их материалы. Естественно, если вы находитесь в безопасности. Минская правда опубликовала инструкцию, как правильно сдаваться в плен, а после удалила ее с сайта. Но интернет все помнит. 28 декабря Минская правда опубликовала статью под названием «Не хочу умирать, как правильно сдаваться в плен». Одиозное издание написало на своем сайте, что украинские военные забрасывают на территорию ОРБ информационные листовки с призывом не поддаваться на провокации российского руководства и не участвовать в преступной войне против Украины. Приведу цитату. «Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо с волом вниз. Поднимите и покажите пустые руки. По возможности показывайте высоко отрез белой ткани. Громко кричите «Сдаюсь!» Приблизьтесь по команде. Выполняйте все команды украинских военных». Процитировала инструкцию издания. Впервые за все время существования газеты появилась полезная информация. Да и то пропагандисты быстро спохватились. Надеемся, что военные успели сохранить тебе информацию и запомнят порядок действий. Лукашисты против книг. Гигин приказал провести зачистку в книжных магазинах. Недавно на заседании Республиканского совета по исторической политике, чего только не придумают лукашисты, известный фанат диктатора Вадим Гигин приказал начать войну с книгой. Приведу цитату. «Книги должны изыматься из сетки продаж. У нас есть механизмы, чтобы эту работу ускорить. Изменения, которые происходили в исторической политике после 2020 года, имеют системный и правильный характер. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это еще быстрее происходило», заявил Гигин. Из продажи уже исчезли ожидаемо книги издательств «Лемареус», книга «Сбор» и «Янушкевич». По информации «Народной воли», к изъятию из продажи готовят все книги, которые могут показаться лукашистам неоднозначными. Например, если где-то встречается изображение погони, белокрасно-белого флага, или даже если ВОВ в тексте называют Второй мировой войной. Вы только ощутите весь уровень абсурда. Возникает только один вопрос. Когда лукашисты начнут без стеснения жечь книги прямо на площадях? Вопрос остается открытым. В белорусской армии усилилась промывка мозгов. Срочников заставляют смотреть БТ по 3-4 часа в день. То, что солдаты обязаны каждый вечер смотреть выпуски новостей по Лука ТВ, это уже ни для кого не новость. Однако в последнее время идеологическая работа в частях заметно активизировалась. Как сообщает издание Мэйдэй, срочникам приходится осматривать буквально все аналитические авторские программы основных лукашенковских пропагандонов. Такое распоряжение пришло якобы от высшего руководства, причем к этому процессу не относятся формально. Замполиты следят за тем, чтобы срочники внимали тому, что видят на экране, не отвлекались и не спали, что, естественно, сложно. Кроме того, сообщается, что в армии полностью запретили телефоны. Раньше можно было использовать хотя бы кнопочные, но теперь и эта операция отменена. Силовики задержали 17-летнего учащегося Могилевского государственного колледжа искусств. Так называемое покаянное видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Чистый Могилев». На видео задержанный говорит, что проходил авторизацию в чат-боте плана «Перамога» и распространял экстремистские материалы. Как пишут авторы пропагандонского канала, в отношении парня возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УКРБ, в том числе о разжигании вражды и участии в экстремистском формировании. Ну и напоследок хотел бы вас, дорогие подписчики, поздравить с наступающим Новым Годом. Хочу поблагодарить каждого за его активность и продвижение актуальных и правдивых новостей в топы Ютуба. Все мы вместе делаем огромную и полезную работу. С наступающим! Встретимся уже в Новом Году. Слава Украине! Живи Беларусь! Пока-пока! Слава Украине!